Пират Это рассказ Эрнаста Сеттона Томпсона «Рваная ушко» Про очень маленького, но смелого кролика Рядом с опушкой леса Среди высокой, сочной, лесной травы Извините Рядом с опушкой леса Среди высокой, сочной, лесной травы Жила крольчиха Молли Пушистый Хвостик Со своим сыном, маленьким, пушистым кроликом Было ему всего три недели от роду В один из дней мама отправилась за лакомой морковкой для малыша А ему сказала Сиди тихо и молчи, сынок Что бы ни случилось Но и никто ее не тревожил кролика Только одна божья коровка неторопливо ползала под травинки Прямо перед глазами кролика Маленький кролик был очень послушным сыном И когда божья коровка неторопливо перебралась с травинки на мордочку И поползла дальше То кролик даже не шелохнулся Но вдруг он услышал тихий шорох сухой листвы из соседних кустов Странно это был шорох Кто бы это мог быть? Подумал маленький кролик Он вытянул шею И высунул из травы свой любопытный блестящий нос И страшная пасть змеи С длинным раздвоенным на кончике языком Неподвижно зависла над кроликом Ой, скрикнул маленький кролик Малыш даже не знал, кто это, но так испугался, что в ужасе отпрыгнул от змеи Но змея с быстротой молнии сделала выпад И схватила его зубами за ухо В одно мгновение мощные черные кольца обвились вокруг хрупкого тельца крольчонка И начали медленно сжиматься Мама, крикнул малыш Но Молли пушистый хвостик уже услышала его крик из глубины леса И мчалась, как стрела на помощь сыну Когда мамы защищают своих детей, они никого не боятся Мама Молли подпрыгнула и ударила врага задними лапами Змея выпустила ухо малыша и злобно зашипела Снова кинулась Молли на врага И острыми когтями ранила черную чешуйчатую шкуру Наконец змея ослабила кольца И крольчонок выпрыгнул из ее смертельных объятий Беги за мной, крикнула мама Молли и помчалась прочь от страшного места Молли на бегу оборачивалась назад и следила за кроликом Крольчонок бежал за ней, ни на шаг не отставая от белоснежного маминого хвостика От той встречи со змеей Левое ухо кролика навсегда сохранило следы укуса Так и стали все звать кролика рваным ушком Теперь они поселились на болоте, недалеко от фермы старика Олефанта Здесь рос сочный камыш И заросли колючего терновника служили отличной защитой от охотников Рваная ушка быстро подрастала И Молли целыми днями обучала его науке лесной жизни Малыш учился находить корм Пить капли чистой росы Путать следы и прятаться Заври! Командовала Молли И крольчонок застывал И тогда его трудно было отличить от кочки или серого пня Рваная ушка выучил сигналы кроличьего телеграфа Один удар задними лапами по земле Это иди сюда Два удара Опасность Три удара Спасайся бегством Вот как проходили занятия Молли пряталась в чаще И оттуда подавала сигнал Иди сюда Рваная ушка бежал ее искать Иногда он терял терпение И звал ее Но она не откликалась Приходилось крольчонку учиться находить мать по запаху К концу лета он умел путать следы Прятаться под защиту колючего терновника Маскироваться в траве Плавать И угадывать направление ветра Олефант Старый фермер Огородил свой дом колючей проволокой Чтоб домашние животные не разбредались с фермы Этим частенько пользовались кролики Вот такие выскочат на поле Прямо перед носом лисы А она за ними А зорняки прошмыгут под изгородью И спокойно наблюдают Как лиса пытается пролезть сквозь ограждение Однажды рваное ушко попался в руки самому олефанту Фермер был добрым человеком И любил животных Он осторожно прихватил рваное ушко за уши И вынес его за изгородь Расти большой Сказал олефант И выпустил кролика Рейнджер Охотничий пёс старого фермера Любил гонять его по полю А от кошки приходилось спасаться вплавь Так с каждым новым приключением Рваное ушко набирался опыта и сил Он теперь запросто мог обхитрить сову или ястреба Прячась в кустах шиповника Рваное ушко стал понимать Что нужно больше полагаться на свою смекалку Чем нарезвость и быстроту ног Наступил январь Первый снег выпал и тут же растаял Мама моля отправилась вглубь леса За брусничными листьями Лучшим лекарством от простуды Рваное ушко вышел на лужайку погреться под бледным зимним солнышком Из трубы дома старика элефанта Поднимался дымок А в амбаре за домом началась утренняя жизнь Какой чудесный аромат Донесся до кролика Это, наверное, хозяйка кормит свиней Свежими капустными листьями Грусто подумал Рваное ушко Эх, как вот вчера мне повезло полакомиться ими в амбаре Кролик стал подкрадываться к амбару Но тут же вспомнил, чему его учила мама моля Никогда, никогда Два дня подряд не ходи в одно и то же место А то человек тебя будет ждать И наверняка поймает Рваное ушко огорченно вздохнул И ушел подальше Туда, куда не доносился запах капусты Только уже ближе к полудню Кролик пообедал клочком мокрого сена Со стога фермера Олифанта Молля вернулась только к вечеру Погода резко испортилась Поднялся ветер Пошел колючий мелкий снег Мама моли и Рваное ушко спрятались в куче хвороста И стали устраиваться на ночлег В это время Лиса вышла на охоту Сейчас Самое время для охоты Рассуждала лиса Эти кролики Наверное, они только и думают О том, как укрыться от ветра И никто меня не ждет Лиса, как и все лесные жители Держала нос по ветру И путь ее лежал мимо кучи хвороста И вот тогда-то она И почуяла кроликов Ветер дует на меня Значит, кролики не почуют мой запах Довольно подумала лиса И начала подкрадываться Но как ни старалась лиса Все-таки ветка хвороста хрустнула Под ее тяжестью Молля мгновенно проснулась Она тихо разбудила Рваное ушко Дотронувшись до него усиками И когда лиса прыгнула Мама крольчиха и кролик Кинулись в разные стороны Молля помчалась навстречу ветру Чтобы увлечь лесу своим запахом И позволить Рваному ушку Убежать в лес Перед ней была только одна дорога Через болото Тяжелая лиса будет проваливаться В подмерзший ил И не догонит меня Подумала Молля Так и произошло Но за болотом Находился пруд Молля в нерешительности Остановилась на берегу Но вот уже появилась И отставшая лиса Делать нечего Молля смело прыгнула В прибрежные камыши пруда И с головой окунулась В ледяную черную воду Лиса прыгнула за ней Но вода обожгла ее хоул И мокрая охотница Быстро вылезла на берег Молля прижала уши И что есть мочи Заработала лапками Но порывистый Встречный ветер Дул в лицо И Молле казалось Что она плывет На одном месте Ее лапки уже устали Молотить по воде Наконец лед и снег Быстро намерзающий вокруг Совсем остановили Бесстрашную крольчиху Молля сдалась И ее кроткие Умные глаза Закрылись навсегда Молля больше не стала Орваная ушка Тем временем Побежала на помощь И неожиданно встретился Нос к носу с лисой Но кролик не растерялся И рванул изо всех сил К своей ловушке для лис Изгороди из колючей проволоки Лиса помчалась за ним Но как и задумал Рваная ушка Лиса уткнулась Своей мордой В колючую проволоку Изгороди Кролик обратно Пролез под изгородью И побежал быстрее На берег пруда К маме Рваная ушка Отчаянно звал маму Топал лапками Подавал условные сигналы Искал следы Все напрасно Моли не отзывалась Прошли годы Уроки отважной мамы Крольчихи не прошли даром Она передала свой опыт И знания сыну И он вырос умным Храбрым кроликом И уже не боялся никаких врагов Рваная ушка Остался жить на болоте Недавно он привел Красавицу жену С коричневым искристым мехом И молодая семья Обзавелась Пятью симпатичными Пушистыми крольчатами Его дети будут Многие годы жить Среди спасительных Терновых зарослей Любой из нас Может увидеть Этих неутомимых прыгунов Если знает Где и как Нужно топнуть Чтобы позвать их Конец Мои маленькие друзья Спасибо, черный пес До новых встреч, ребята Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok